Добрый день! В эфире новости дня. Я Анастасия Синченкова и мои коллеги, корреспонденты ОРТ, готовы рассказать о самых важных событиях региона. И вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинаем с ЧП в футбольном клубе Оренбург. Сразу у восьмерых выявлены признаки COVID-19. Тесты сдали шесть футболистов и два сотрудника команды. Теперь игра Оренбурга с Краснодаром под вопросом. Вслед за Ростовом, Динамо и Уфой Оренбург стал четвертым клубом РПЛ, где выявлены признаки заражения COVID-19. Перед матчем в Москве с Локомотивом все сдавали тесты, все отрицательные. Представители столичного клуба подтвердили, что на игру оренбуржцы выходили здоровыми. По прилету домой тоже все нормально. И вот за 48 часов до матча 24-го тура 8 предположительно инфицированных. Все они изолированы, тренировки отменены. Региональный Роспотребнадзор совместно с оперативным штабом РПЛ срочно проводит расследование. Судьба встречи с Краснодаром пока не ясна. Переносить ее некуда. Для Оренбурга остаются варианты технического поражения, игры всеми здоровыми футболистами или молодежным составом. На вчерашнем заседании лиги решение не принято. Оно ожидается в самое ближайшее время. Анатолий Юденич, Маргарита Бакирова, Новости дня. А сейчас о заболеваемости COVID-19. В Оренбуржье от инфекции скончалось еще два пациента. Таким образом, общее число летальных случаев достигло 17. За последние сутки в Оренбуржье выявлено 60 новых случаев заражения. Выздоровело 25 оренбуржцев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3499 случаев заражения. 2622 пациента победили инфекцию. Таковы данные Всероссийского оперативного штаба. И добавим, на сегодня в области нет территорий, закрытых на карантин. И к другим темам. Старт получился активным в областной избирательной комиссии. Подводят предварительные итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию. 25 июня. Участки для голосования посетила десятая часть от списочного количества избирателей Оренбуржья. Это порядка 150 тысяч человек. По данным обл. избиркома, оренбуржцев, имеющих избирательное право, без малого миллион 550 тысяч. Напомню, что впервые в новейшей истории страны голосование проходит в течение недели. С 25 июня по 1 июля. Причем последняя дата считается основной. Явку 10% в первый день в обл. избиркоме называют хорошей. Основной причиной активности голосующих здесь видят в том, что оренбуржцы знали о старте голосования. И многие решили не тянуть до финального срока. Здесь можно отметить хорошую информированность. Информирование участников голосования осуществлялось постоянно в течение длительного периода времени. И кроме того, если говорить об анализе голосования, можно отметить, что, конечно же, сельские районы традиционно у нас показывают высокую явку. То есть выше, чем в городе Ной. И города Оренбургской области также достойно, я считаю, проводится голосование. В обл. избиркоме также заявляют, что оренбуржцы, которые голосовали в первый день, решили дополнительно обезопасить себя от риска заражения коронавирусом, опасаясь скопления людей на участках 1 июля. Прогноз по возможному сохранению активной явки здесь пока не дают, заявляя, что общая тенденция голосования станет понятна в течение трех дней. Три важных нововведения. Ужесточаются правила ввоза праворульных машин. Изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования, а тюнингованное авто придется зарегистрировать. С 1 июля вступают в силу сразу несколько новых правил для водителей. Одно из изменений связано с получением медицинских справок. При посещении врача-нарколога некоторым водителям придется сдавать дополнительный анализ и доказать, что они не страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Дополнительные исследования пройдут не все, а только те, у кого специалисты обнаружат признаки злоупотребления. Напомню, в 2019 году планировалось, что подобный тест должны будут проходить все претенденты на право вождения транспортным средством. Это привело к резкому удорожанию справок и, как следствие, огромным очередям. Только после критики президента Владимира Путина Минздрав переработал правила, перенеся срок их вступления в силу. Также с 1 июля заработают новые правила выдачи разрешений на изменения в конструкции автомобиля. Речь идет о новых требованиях к испытательному лаборатории, куда автовладельцы обязаны предоставлять машины при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок, фаркопов и другого оборудования. Ранее некоторые фирмы выдавали необходимое заключение дистанционно по фотографии. Теперь это станет невозможным. Только личный осмотр специалиста. Больше проблем появится у владельцев праворуких автомобилей. Усложняется норма импорта, постановки на учет и эксплуатация таких транспортных средств. Ограничения распространяются только на машины, которые ввезут после 1 июля 2020 года. Под запрет попала техника категории М2 и М3, самосвалы, строительная спецтехника, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы. Дожди, грозы и усиление ветра. Погода в выходные не порадует оренбуржцев летним теплом и солнцем. Об этом рассказали в областном гидрометцентре. Соклоническая деятельность, под влиянием которой регион окажется в конце недели, принесет вторую волну осадков. В пятницу они маловероятны, а вот начиная с субботы синоптики ожидают дожди. Они пройдут в центральных и восточных районах области. С местами не исключены грозы. Ветер средний, порывами до 12 метров в секунду. Температуры же будут также достаточно низкие. Дневные в районе 18-23 градусов. Ночные температуры будут в районе 50-11 в этих пределах. В воскресенье к Оренбуржью подойдет холодный фронт. Дожди будут фиксироваться на территории всего региона. Метеорологи ожидают активные грозовые явления. Ветер с северного направления усилится. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. Это новости дня. И вот о чем расскажем далее. Субсидии на газовое оборудование. Правительство страны предлагает автомобилистам переходить на газ. Утечка плюс долги. Жители Орской многоэтажки почти неделю живут без газа. Мы продолжаем. Мы сейчас к новостям экономики. Перевод машины на газ становится выгоднее. За эту процедуру автовладельцы могут получить несколько десятков тысяч рублей. Правительство страны озвучило точные размеры субсидий в зависимости от категории транспорта. В первую очередь отмечается, государство будет компенсировать переход только на компримированный сжатый природный газ. То есть метан. Определенный и максимальный размер субсидий. Так для владельцев легковых авто весом до 1800 килограмм сумма не превысит 27 тысяч рублей. Микроавтобусы, внедорожники и легковушки до 2,5 тонн 34 тысячи. Свыше 2,5 – 42 тысячи рублей. Для автобусов компенсация за переход на ГБО колеблется от 63 до 111 тысяч рублей. Грузовой транспорт и вовсе от 114 до 200. Правительство страны уточняет, в 2020 году максимальная сумма субсидий не может превышать две трети от общих затрат владельца. А в последующие годы компенсация и вовсе будет покрывать лишь треть от вложенных на переход денег. Автомобильные эксперты, впрочем, к таким мерам относятся скептически. По их мнению, несмотря на низкую стоимость метана, около 17 рублей за кубометр, остается вопрос в заправочных станциях. На сегодня их число в России не превышает 500 штук. В Оренбургской области их порядка 10. А теперь к новостям из мира финансов. Четверг стал более удачным для иностранной валюты. Доллар увеличил свою стоимость на 63 копейки евро на 30 копеек ровно. Данные Центробанка на 26 июня вы видите на своем экране. Все регионы готовы к проведению ЕГЭ, сообщает Рособорнадзор. В понедельник, 29 июня, по всей России стартует единый госэкзамен. Начнется все с пробного испытания, которое пройдет без детей. А ЕГЭ по учебным предметам для поступления в ВУЗ выпускники придут писать 3 июля. Организаторы, учителя, наблюдатели наденут маски и перчатки. Требования к выпускникам пользоваться масками нет, однако каждая аудитория будет оснащена дезлампами. Дистанция между партами будет выдержана в полтора метра. По данным Рособорнадзора, старт итоговой аттестации выпускников 11 классов пройдет по следующему графику. 3 июля школьники сдадут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля – самый массовый ЕГЭ по русскому языку. 10 состоится экзамен по профильной математике. 13 июля – по истории и физике. А 16 ученики будут сдавать общество знанию и химию. 20 числа – биологию и письменную часть по иностранным языкам. 22 и 23 июля – уже устную часть. Резервные дни, запланированные на 24 и 25 июля, по всем предметам, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период сдачи экзаменов в августе. Также известно, что резервные дни сдачи ЕГЭ будут предусмотрены и в течение следующего учебного года. Но пока даты не уточняются. И к другим новостям дня. Оренбургские пассажирские перевозки задолжали 45 миллионов рублей по контракту. Прокуратура Оренбурга провела мониторинг исполнения муниципальных контрактов и выявила нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства. За 2019 год накопилось около 200 миллионов рублей, которые муниципальное казенное предприятие должно было отдать предпринимателям по результатам торгов на поставку ГСМ и запчастей. Еще 24,5 миллиона предприятие задолжало по таким же договорам, заключенным без конкурсных процедур. Указанная тенденция прослеживается и в 2020 году. Контракты предприятиям по-прежнему своевременно не оплачиваются. Поскольку ненадлежащее исполнение казенным предприятиям названных обязательств может повлечь негативные социальные последствия для горожан, прокурор города Оренбурга поставил вопрос о восстановлении законности перед руководством администрации областного центра. Главе города Оренбурга Владимиру Ильиных внесено представление с требованием принять меры к погашению задолженности перед предпринимателями, а также устранить причины и условия, способствующие нарушению закона. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в десятки раз. Ситуацией в Бузулуке занимается Оренбургская природоохранная прокуратура. В надзорном ведомстве рассматривают сразу несколько причин произошедшего – от халатности до преднамеренного нанесения вреда окружающей среде. Также в поле зрения проверяющих попали сразу несколько предприятий. Установлено, что концентрация сероводорода в воздухе была в 27 раз больше, чем допустимо. Это зафиксировал передвижной пункт экологической службы в районе жилой застройки Бузулука. Выбросы отмечались 20 и 21 июня. Причину устанавливает надзорное ведомство. Известен и предположительный источник загрязнения воздуха. Было зафиксировано значительное превышение ПДК по содержанию сероводорода. Соответственно, были проведены проверочные мероприятия. Осуществлен выезд с целью установления источника. В настоящее время организовываются проверочные мероприятия в комплексе с установлением всех обстоятельств дела. На место, где расположен возможный объект-загрязнитель, выезжали специалисты экологической лаборатории. Сейчас сотрудники прокуратуры направили требования о проведении проверки, по данным фактам, в управление Роспотребнадзора и Южноуральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Проверка продолжается. Напомним, в этом году в Оренбургской области зафиксировано около 100 случаев превышения ПДК. А сейчас к новостям с Востока области. Газа нет и когда будет – неизвестно. В Орске почти неделю жители дома номер 4 по улице Юлина остаются без голубого топлива. В чем причина отсутствия газа и когда снабжение дома восстановят? Расскажем в следующем материале. На сегодня без газа по-прежнему остаются 56 семей. Такая ситуация, по словам местных жителей, длится уже неделю. Каждый выходит из положения как может. У кого есть деньги, приобретают мультиварки и готовят на электроплитках. Другим приходится сложнее. Я вот тоже на огород пошла, там сготовила. А сейчас вот пришла, сын приехал, говорит, сейчас картошечку подсварил. А газа-то нету. Причина отсутствия газа, рассказывают Орчане, утечка. Она произошла в одной из квартир многоэтажки несколько дней назад. Результат обращения в аварийную службу – установка заглушки. Вот, они приехали, нашли две утечки в четвертом подъезде. И отключили нам газ. Сказали, не включим газ до того времени, как не произойдет оплата за долги этому горгазу. Задолженность перед Орск-Мишерайгазом действительно есть. Это подтверждает новый директор управляющей компании. По ее словам, долг образовался при прежнем руководстве. А вопрос восстановления подачи газа решается. Корреспондент ОРТ сейчас выходит на связь с ресурсоснабжающей организацией. Подробности в наших следующих выпусках. Вячеслав Камп и Дарья Костина, Виктор Литовский. Новости дня. А вот другая проблема жителей восточной столицы скоро будет решена. В поселке Москва, который расположен в черте города Орска, нашли выход из ситуации. Напомню, больше месяца люди жалуются на отсутствие воды. В администрации заявляют, что устраняют последствия аварии. Углубление скважин и установка новых насосов. Эти меры помогут решить проблему с водоснабжением. Работы проводит Южноуральская дирекция по теплоснабжению филиала РЖД. Об этом рассказали в администрации города. Специалисты отмечают, что последние перебои с водой могли быть связаны именно с этим. На время ремонтных работ качество водоснабжения может снизиться, сообщили нашим морским коллегам. Напомним, о нехватке ресурса люди говорят уже не первый год. Но достигнуть договоренности удалось лишь только после ряда личных встреч жителей с руководством дирекции филиала. Директор Орского участка Светлана Скворцова рассказала, что часть водопроводной трубы в поселке Железнодорожный поменяли. Это 240 погонных метров того самого аварийного участка. И работы еще продолжаются. Когда люди смогут воспользоваться водой в кране в любое время суток, а не только по ночам, пока неизвестно. Не называют конкретных сроков и в городской администрации. Переходим к нашей традиционной рубрике «Попали в сеть». Героем сегодня становится садовод. С помощью нехитрых инструментов он сооружает устройство для сбора колорадского жука. Конструкция изобретения проста. Две старых щетки, велосипедный руль и приемный отсек. С помощью нескольких своеобразных валов колесо приводит в действие щетки. Они обметают кусты картофеля от вредных насекомых. На видео народный умелец ловко управляется со своей задачей. За несколько минут в приемнике сотни колорадских жуков. Имя изобретателя неизвестно, однако его работа уже собирает тысячи просмотров в интернете. К этому часу это все новости, о которых хотели рассказать наши корреспонденты. Увидеть этот и другие выпуски программы вы можете на нашем сайте media56.ru, а также в группах в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова